здравствуйте рад всех приветствовать меня зовут валерий иванов будем рассматривать с вами сегодня семинар касательно учета в 1с как вести автоматизированный учет в 1с предприятий и рассмотрим именно сегодня небольшой такой участок сложного учета в части ндс учет операции по ндс у нас время ограничено но глобально вот мы должны понять с вами алгоритм который в 1с устроен относительно учета операций связанных с учетом налога на добавленную стоимость пару слов о себе преподаватель центр компьютерного обучения специалист около пяти лет параллельно работаю фирмах франчайзе 1с методологом по франчайзе по бюджетированию по учету среди крупнейших проектов это бух учет в банках автоматизация газпром банка бух учет строительстве около трех лет в торговле энергетики в различных отраслях экономики участвовал принимал участие в качестве методолога постановщика задач по автоматизации на продуктах фирмы 1с значит всем все слышно параллельно влияю с перантом кафедры банковского дела любые вопросы экономического характера если интересует можно задавать зовут меня иванов валерий значит мы с вами говорим о том что глобально вот сколько будет ног собаки если назвать хвост ногой в этом выражении в этой загадке кроется смысл всего хозяйственного учета глобального то есть если нужен налоговый учет то мы читаем налоговый кодекс и смотрим как там сказано нужен истинный финансово хозяйственный бухгалтерский мы говорим что четыре ноги неважно как хвост не назови он не станет ногой но если налоговом кодексе сказано что хвост это нога мы в отчетности будем показывать что хвост это нога для чего это важно понимать финансовый учет по правилам состояния финансовой отчетности значит когда говорим об ндс налоги на добавленную стоимость нужно понимать что написано в налоговом кодексе по поводу налога на добавленную стоимость значит сколько вида учета столько или сколько требований предъявляется к учету и к отчетности столько и видов учета можно выделять значит мы с вами перейдем собственно к 1с теории будет мало будет больше практики вот стартово работаем на продукте фирмы 1с редакция 3.0 интерфейс можно изменить немножко но мне удобно когда сверху находятся все разделы больше рабочего пространства значит мы с вами говорим о том что прежде чем начать вести учет в программе 1с нужно понимать из чего состоит сама конфигурация 1с бухгалтерия предприятия такие любые программы мы должны разбираться в продукте фирмы 1с и вот стартово буквально на пять минут посмотрим что такое автоматизированная система бухгалтерского учета и как мне вести учет глобально под понятием системы понимаем некую некий механизм то есть ввода информации обработки и вывода информации вот главное меню все функции это как раз место где хранится хранятся все метаданные конфигурации 1с мы их подробно рассматриваем на наших курсах по 1с бухгалтерии первый уровень второй уровень различные дополнительные уровни что важно понимать важно понимать глобально что любая конфигурация любая программа на базе продукта фирма 1с состоит практически из одинаковых элементов то есть зная вот это вы можете работать в любой программе почему потому что любая комплексная автоматизированная система состоит из трех этапов глобально это этап ввода информации в систему этап обработки информации которая поступает и этап вывода информации из системы глобально три больших этапа первый второй третий к первому этапу мы относим нормативно-справочную информацию то есть это справочники первый это документы журналы документов что такое журналы документов это список документов по однородному признаку с допированные это различные регистры там сведений это все первый этап документы в 1с бывает глобально двух видов это автоматические документы которые предусмотрены разработчиками фирмы 1с и это ручные документы в 1с они называются операции то есть все что не автоматизировано в 1с можно ввести проводками документом операции у нас слушатели в аудитории представьтесь пожалуйста как иллюзия дарина 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 дарья оксана хорошо спасибо значит мы говорим о том что тарина первый этап это у нас этап ввода информации в систему и вы большую часть своего времени процентов 75 будете проводить именно за этой работой что имеется ввиду что операторы 1с должны правильно ввести информацию будь то бухгалтер будь то любой другой пользователь 1с на втором этапе автоматически произойдет регистрация всей вами введенной информации в 1с систему значит мы говорим что на втором этапе вся полученная информация отраженная документами попадет в регистры я называю это колодцами единой информации то есть все регистры это второй этап это регистр сведений накопления бухгалтерии регистр расчетов ваша задача внести заполнить документы указать аналитику что купили там 100 литров бензина по такой-то цене и ндс столько-то система автоматически это разнесет в регистры 1с и на третьем этапе то есть по сути глобально это мы говорим про водки но не только проводки еще и аналитические таблицы это второе так а на третьем этапе мы должны с вами дарья получить что бухгалтер абсолютно верно то есть отчет и отчетность какие примеры отчетов можем назвать оборотно-сальдовая ведомость абсолютно верно то есть можем назвать оксана что еще баланс различные формы бухгалтерская отчетность налоговая отчетность что мы сдаем в налоговую в каком виде декларации то есть декларации по налогам соответственно нас будете называть сегодня декларация по мдс например то есть различная отчетность вся особенность в том что система 1с это целостная система которая носит замкнутый характер мы из любой отчетности можем зайти в документ в первичную или в уточняющую отчетность исправить ошибку и затем опять вернуться в отчетность то есть отчеты можем формировать любой момент времени и на самом деле сформировать отчетность можно всегда любой момент времени главное чтобы правильно были отражены все факты хозяйственной жизни значит отчеты по ндс не зависят от того закрыт у вас период не закрыт но важно понимать что они зависят от правильности отражения фактов хозяйственной жизни то есть например если вы неправильно там отразили поступление авансы платежи она видит аванса аванса реально нет то есть такое может быть что вы вначале сделали оплату она думала что это аванс вы потом там задним числом сделали поступление раньше чем был этот аванс то есть по сути нужно что делать последовательно перепровести все документы и тогда все будет хорошо единственное что необходимость перепроведения документов правильной последовательности как и твердят нам основные принципы бухгалтерского учета это вот сердце любой программы а вот уже разделы интерфейсы знаем не знаем можно их выучить глобально понимаем что есть документы есть справочники есть отчеты и есть регистры все регистры формируются практически все регистры на основании отчетов это вот кредо это это именно особенность фирмы 1с то есть из регистров из единых колодцев и поэтому не будет ошибок если у вас в оборотке одни данные то в балансе будут эти же данные почему потому что берутся данные из одного места именно из регистров вот мы с вами говорим что в разделе главное у нас глобально есть настройки и когда мы говорим об ндс аналоги на добавленную стоимость то в 1с нужно настроить глобально настройки какие настройки есть настройки общие есть настройки частные мы на первом уровне подробно рассматриваем как правильно заполнять учетную политику параметры учета функциональность организацию но сейчас нас интересует относительно ндс а именно что можно указать параметрах учета и что можно задать в учетной политики в параметрах учета параметрах учета глобально если у нас общая система у нас общее если говорим об ндс то ндс это вторая заклада параметрах учета и когда нас спрашивают как мы будем вести учет в редакции 30 только в редакции 30 есть 82 мы знаем 20 редакции есть редакция 30 вот у нас редакция 30 на курсах рассматривается новейшая и мы там говорим что есть особенность вести по способам учета ндс подробно по способам учета рассматриваем на втором уровне и есть отдельный еще курс по учету ндс значит что значит по способам учета что приобретая имущество например дебет десятого кредит 60 дебет 19 субсчет 3 кредит 60 мы возле 6 19 счета в аналитике в субконта должны указать не только контрагента что это там ромашка не только счет фактуру номер 2 от такой-то даты но еще имеем возможность при включенной галки по способам учета указать что сделать с этим ндс ам если у вас раздельный учет ндс вот на первых уровнях мы говорим стандартный учет что мы просто на общей системе наглажения ставки там 18 10 процентов а если у нас есть еще и без ндс на и работы услуги мы должны ндс принимать к вычету ровно в той мере в той степени в которой он участвует то есть что я имею ввиду материалы там имущество приобретенные с ндс в той степени в которой они участвуют в деятельности облагаемой ндс то есть если на старте мы знаем что 10 счет был приобретен для того чтобы затем быть использованы в производстве например мы купили там бензин и как сырье для строительных машин механизмов или же купили муку для пирожков в этом случае мы сразу можем сказать что ндс принимается к вычету то есть нас будут у нас будут варианты если включен по способам учета если мы понимаем что этот 10 мы приобрели для деятельности например купили бумагу а4 а мы занимаемся консалтинговыми услугами или там аудиторской деятельности или еще какой-то которая не будет облагаться ндс в этом случае 10 вроде уходит тоже на 20 но не облагаемый участок ндс то есть мы от покупателей покупателям не выставляем ндс счета фактуры без ндс в этом случае не имеем права отражать к вычету мы выберем учитывать стоимость ндс то есть включим этот ндс десятый счет если же купили имущество для всей организации там для хозяйственных нужд и понимаем что нельзя прямо сказать участвовать не участвует она на всю организацию направлены то в этом случае нужно выбирать распределяется ндс в каждом конкретном варианте а еще бывают ситуации какие что у нас представительские расходы мы нанимаем там банкетный зал и гостиницу согласно налоговому кодексу еда питьет включится в расходы можно признавать этот ндс а вот гостиницу представительские нельзя включать в этом случае и мы должны понимать что раз расходы не признаем то и ндс тоже должен быть списан там на девяносто первый счет или на какой-то счет но в любом случае в этом случае не учитывается в налоговом учете будет еще аналитика то есть на старте параметрах учета важно понять будет ли у вас раздельный учет ндс или его не будет причем я напоминаю что параметры учета это глобальные общие настройки для всех организаций на все времена то есть если в этой программе я буду вести две-три организации то потенциально я полагаю что возможно когда-то для кого-то может и быть если не буду вести я эту характеристику не включаю в любом случае эту галку можно потом если включили здесь то и и нужно утвердить именно в учетной политике потому что учетная политика это настройка для конкретной организации на конкретный период времени то есть параметры учет это общие настройки могу работать во всех организациях на упрощенках но в параметрах будет это галка и это ничего мне не даст а если у меня будет именно в учетной политике утверждено что общая система и распы по способам учета ввести на девятнадцатом счете то в этом случае я буду иметь такую возможность вот эта характеристика важна способ учета она есть только в редакции 3.0 в новейшей версии продуктов до этого мучились кустарным методом руками распределяли согласно то есть механизм распределения есть но она распределяла все а тут понимаем будет распределять только то что распределяется а то что к вычету не будет то что полностью стоимости не будет будет более детальный учет согласно вот если выбрать по способам учета что у меня параллельно включены две базы в одной базе в одной базе как мы на втором уровне ведем параметры учета значит в эндесе в одной базе по способам учета включен во второй базе не включен для чего на первом уровне мы не рассматриваем вот раздельный способ учета там на характеристики эти не включаем просто если включить сразу по способам учета выигрываем в одном если раздельный учет все будет удобно хорошо а если не нераздельный учет ндс то вы не будете иметь возможности сразу при покупке отразить 19 на 68 принять к вычету ндс только раз квартала там специальным документам вот эта галка говорит нам что мы не имеем право сразу когда покупаем 10 19 выделяем если галка включена вот тот девятнадцатый уйдет на 68 счет только в конце квартала когда мы сделаем записи книги покупок специальный документ формирование записи можно или раз месяц или раз квартал то есть я имею ввиду что можно или раз месяц или раз квартал но не сразу право на вычет у вас будет если эту галку не включать то система в счет фактуре если это товары работы услуги материалы сразу счет фактуре в момент покупки будет если вы зарегистрируете счет фактуру конечно без счет фактуры нельзя вы зарегистрируете счет фактуру сразу 19 идет на 68 мы сейчас с вами купим в одной базе другой посмотрим как будет кстати независимо от этой галки ндс по основным средствам и по нематериальным активом 1901 0 2 даже 1908 по строительству будет приниматься к учету только в том случае если будет закрыт 0 8 счет то есть если вы 0 8 купили на старте 0 8 и 19 субсчет 4 то 19 субсчет 4 будет списан на 68 только после того как 0 8 уйдет на 0 1 как после принятия к учету основного средства тогда вы имеете право кредитовать 19 субсчет 1 я прошу прощения 4 субсчет 1 по основным средствам на 68 хотя в налоговом кодексе читая закон таких правил там нет там никто не выделяет счета бух учета и там нет понятия 0 8 0 1 это рекомендации минфина и налоговой инспекции что будут споры с налоговым органом поэтому лучше не нарушать раз мы на окна имущество по недвижимым объектам платим с 0 1 счета то и ндс права тоже должны быть когда 0 1 появится а пока 0 8 у вас на складе мы 19 не трогаем право есть но ждем принятия к учету то есть система это знает и она автоматически всегда так будет отражать значит одна база без другая ну порядок нумерации счетов фактур вы должны решить сами единая нумерация всех выданных счетов фактур или отдельная нумерация всех выданных счетов фактур на аванс напоминаю что в письмах минфина нам рекомендуют единую и в самом постановлении 1137 о правилах ведения в документах при расчетах на добавленную стоимость ндс от налога на добавленную стоимость обязательно надо использовать единую но так то есть там не нет указаний по поводу отдельной нумерации это на ваше усмотрение ведь это не является критической ошибкой почему потому что база не меняется а номер с префиксом а без префикса еще как-то то есть это не критическая ошибка главное что вы исчисляете правильную базу к уплате и к вычетам то есть все правильно делаете это вот ндс параметрах учета посмотрим с вами ндс в учетной политики то есть учетная политика мы сказали это частные настройки частные настройки именно это частные настройки которые касаются конкретной организации на конкретный период у нас вами в этой базе одна организация поэтому она не выводит что это орион а вот если много организации завести у нас на втором организации будет несколько организаций значит да и соответственно мы тогда говорим о том что в этом случае когда мы формируем учетную политику значит в этом случае в учетной политике мы видим что если у вас базе много организации здесь есть орион здесь есть ромашка поэтому она показывает что учетная политика для конкретной организации на конкретный период у нас общая система нас интересует заказочка ндс вот в одной базе на втором уровне мы рассматриваем с вами и когда говорим об учете ндс мы говорим о том что наша организация может быть освобождена от уплаты ндс но тогда нам не интересно все рассматривать а мы говорим что ведется раздельный учет входящего ндс используется 19 счет для этих целей а вот начислять ли ндс по отгрузке без перехода права собственности всегда начислять первый документ в адрес покупателя именно покупателя если в адрес посредника комиссионера еще кого-то не начисляем ндс а если в адрес покупателя вы могли в договоре написать что на уральских горах там через два месяца перейдет право собственности но бюджету это не интересно все равно мы должны ндс раз вы отгрузили в сторону покупателя поэтому галка она включена то есть в одной базе у нас ведется раздельный учет входящего ндс другой мы не ведем другой базе у нас не ведется раздельный учет вот на первом уровне не ведется на втором ведется регистрировать счета фактуры при получении аванса когда и как часто глобально есть общее правило пяти дней то есть мы обязаны выставить нашим покупателям в течение пяти дней счета фактуры но понятно вы тут можете договориться с каждым из покупателей что если им особо не надо и мы в рамках этого квартала все таки отгрузите счет фактуру то есть на аванс и сам аванс можно и то есть не выставлять счет фактуры на аванс но лучше прошло пять дней вы не успели отгрузить в любом случае счет фактуру на аванс составить чтобы не было претензий со стороны налоговых органов и помните одно правило если сегодня например 31 марта а завтра 1 апреля сегодня аванс а завтра мы отгрузили вроде всего день прошел но первый квартал уже закончился право нашего покупателя на вычет первом квартале ему нужно предоставить поэтому в любом случае счет фактурный аванс выпишем поэтому я всегда сторонник того чтобы выписывать счета фактуры всегда при получении аванса нам не жалко как говорится а покупателям будет необходимость отражать отразят к учету не будет необходимости их право право это что касается настроек по ндс именно в учетной политики и вот мы сейчас с вами попробуем приобрести что нибудь я начинающим пользователям говорю как правильно если не знают вообще интерфейс как покупать продавать то есть есть главное в настройках есть вести хозяйственные операции не знаем после теории бух учета или из жизни как вести бух учет то есть проводки хозяйственные операции например я хочу купить бензин 10.03 топлива кредит 60.01 у поставщика сразу проверяю 10.03.60.01 сразу мне система предлагает в корреспонденциях счетов это по сути справочник бухгалтера на все случаи жизни настольная книга то есть зная проводку она подскажет что есть в 1с и вот если пишет какой-то документ означает что он автоматизирован если пишет слово операция это означает что вы руками должны заполнить эти все позиции 10.03.60.01 значит в данном случае я например возьму поступление топлива от поставщика накладная номер 45 от 10 ноября 15 года склад главный контрагент допустим альфа обратите внимание если контрагент основной поставщик 60 счета и если я например захочу взять сигму то у меня автоматически будет счет от чего это зависит мы на первом уровне бух учета и на втором уровне мы настраиваем счета расчетов с контрагентами то есть для каждой конкретной папочки свои настройки если я знаю что поступает сидоров семён семёнович то есть отгружает мне рукавицы я хочу увидеть на 76 счете то я при создании контрагента справочниках я в контрагентах обязательно создам его в папке прочее то есть папка прочее например 76 счет еще раз не руками писать счета а в 1с так как она автоматизированная система ваша задача просто вести аналитический учет то есть создать там заполнять контрагента в нужной папке создать создаете его в папке поставщики будет на 60 счет в папке прочее будет на 76 но просто скобках прочее 76 это ничего не сделать обязательно нужно настроить счета расчета с контрагентами вот мы рассматриваем как правильно настройщи расчета с контрагентами чтобы вы никогда проводки руками не описали иногда нужно но очень редко и крайне редко поэтому лучше настроить чтобы не было такого что вы оксана отражая аванс поставите там 76 счет а потом поступление идет на 60 и у вас вроде все оплачено зависеть и дебиторка и кредитор я по кнопке добавить пытаюсь выбрать бензин поступает бензин откуда система знает что это 1003 то же самое можно настроить счета учета конкретно для бензина и для папки топлива который он находится подробнее на первом уровне мы это рассматриваем а сейчас мы купим 200 литров бензина по цене 30 рублей за литр первое что нас спрашивают цена цена в рыночном классическом экономическом понимании включает себя все косвенные налоги но в 1с под ценой можно понимать цена с ндс цена без ндс то есть как вам удобно данном случае у нас если написано ндс сверху в настройке это означает что 30 рублей без ндс и отдельно на всю сумму посчитается еще ндс там сколько-то процентов сколько процентов зависит от того как выберем но тут налоговый кодекс нам говорит что или без ндс упрощен упрощенцы покупаете или ндс 18 процентов то есть 10 процентов по бензину не бывать значит 200 на 36 тысяч сверху 18 процентов от 6000 1080 и рыночная цена то есть рыночная стоимость всей поставки цена за единицу а стоимость и поставки с андсом будет 7080 если необходимо чтобы ндс был в сумме то цена 3540 реальный или же если она реально 30 с ндс то вы укажете 30 с ндс 30 на 200 будет 6 тысяч всего 6 тысяч в том числе ндс 915 25 ндс всегда должен быть подкреплен то есть это право на вычет правильно это актив вот этот актив мы должны реально получить подтверждение документальное этому активу счет фактура является тем документом который подтверждает наличие прав на вычетку ндс я пишу счет фактура дата номер и кликаю провести что произойдет система автоматически зарегистрирует факт хозяйственной жизни что на складе приходу на 200 литров бензина от поставщика по такой-то цене я смотрю проводки анализирую что в проводках на поступление и обязательно надо посмотреть что в проводках на счет фактуре то есть поступил бензин 1003 7605 1903 7605 почему тарина у нас 7605 потому что мы решили что это прочие поставщики например это не критично 76 или 60 ни один аудитор вас за это не засудит то есть мы говорим о том что выделена сумма без ндс сумма ндс у нас есть право на вычет на 19 счете но мы самом документе поступления товаров и услуг не видим как 19 уходит на 68 мы увидим это в другом документе в проводках документа счет фактура еще раз напоминаю это если вот стартово нераздельный учет ндс у нас есть возможность вот если открою сейчас базу для второго уровня там в этой галки счет фактуре никогда не найдете почему потому что эта галка существует только когда нераздельный учет ндс когда у нас ведь то есть я имею ввиду не ведется аналитика на девятнадцатом счете что сделать с ндс здесь по умолчанию есть право отразить вычет даты получения сразу 19 на 68 мы скажем да дарья мы хотим увидеть 68 счет сразу правильно но это не критично ведь можно увидеть его и в конце квартала а кто-то и в конце месяца пожелает это ваше право 68 девятнадцатый сигма 915 рублей книга покупок в регистры накопления книга покупок ндс покупок ндс предъявленный и журнал учета счетов фактур напомню с 1 октября 2014 года журнал учета счетов фактур ведут только посредники система пишет в регистр но сам отчет не сформирует почему а потому что мы с вами как говорится простые смертные то есть мы не посредники в данном случае а вот на втором уровне мы рассматриваем посредническую деятельность деятельность комиссионера деятельность комитента тогда вот она заполняет эти позиции с отчетностью по ндс за первый квартал у нас там декларации по ндс появились разделы пять разделов прибавилось их 12 разделов всего и там показаны книга покупок и книга продаж и сведения из журнала учета счетов фактур часть полученные вторая часть и выданы первая часть журнала что фактур вот посредники вот эти последние разделы заполняют мы же только посмотрим 8 9 разделы касательно нашей деятельности еще раз мы сказали счет фактура документ подтверждающий право на вычет если посмотреть поступление основных средств вот у нас есть альфа она нам поставила оборудование компьютеры три штуки по 40 500 на 121 500 вроде все хорошо смотрим проводки в поступлении 0 8 4 60 0 1 19 0 1 60 0 1 19 и есть есть ндс на 21 870 мы получили право это смотрим счет фактуре то есть мы только что бензине убедились с вами что там ндс входящий отразился к вычету и все было нормально здесь галка есть есть включена по идее 1901 должен уйти на 68 это следуя логике предыдущего документа но ничего подобного не уйдет пока 0 8 не ушел на 0 1 то есть система просит проверить оборотно-сальдовую ведомость отчеты оборотно-сальдовая ведомость мы увидим с вами сколько этого 0 8 ушло на 0 1 по-хорошему здесь много было еще другого 0 8 разных но сам факт что один компьютер завис на 0 восьмом 2 приняты к учету на 0 1 где мы увидим по двум компьютерам 19 на 68 только в специальном документе о котором нужно знать то есть мы сейчас говорим о формировании записи книги покупок есть аналогичный документ формирования записи книги продаж вот в блоке операции у нас есть с вами помощник по учету ндс в разделе операции есть помощник по учету ндс так вот именно в помощники по учету ндс все что сразу не отражено к вычету будет до отражаться когда 1 квартал глобальный для ндс у нас налоговый период 1 квартал поэтому мы на отчетную дату там 31 марта или 30 июня то есть мы с вами садимся и конечно мы это делаем позже но на эту дату перед сдачей отчетности спешим формировать регламентной операции по учету ндс через помощник по учету ндс регламентной операции это как раз те процедуры которые система автоматически делает только нужно сюда заходить если вы думаете что в редакции 3.0 через закрытие месяца все будет автоматически ничего подобного это пока не дочет самого программного продукта но вот 82 есть документ закрытие месяца здесь он есть закрытие месяца там есть раз квартал формируется записи книги покупок книги продаж но редакция 3.0 их не обновляет автоматически ничего не нажимает она просто выводит строчку что можно зайти в закрытие месяца я вам покажу операции закрытия месяца то есть закрытие месяца на отчетную дату например март она предлагает нам формирование записи книги продаж если я нажму выполнить весь документ она ничего не сделает почему потому что она скажет сами делайте дальше то есть она просто напоминает или скажет откройте помощник по учету ндс в редакции 2.0 более ранние версии она автоматически хотя бы раз но это делала сама если ты привет проведения она сразу формировала эти записи хотя бы один раз здесь этого не делает пока подсказывает что можно открыть помощник нас устраивает свободно помощник поэтому через помощник мы проверим что такое формирование записи книги продаж и книги покупок формирование записи книги продаж существует только для восстановления НДС по авансам. Мы знаем, что у нас постановление 11.37. Так вот, в этих целях книгу продаж мы будем с вами формировать только при необходимости восстановить НДС по авансам. Во всех остальных случаях кредит 68 и запись книги продаж будет в момент реализации. Мы же, когда продаем с вами, сразу показываем отношения с покупателем, дебит 62, кредит 90.1. Показываем отношения с бюджетом. Раз нам покупатель должен 590 рублей, то мы должны поделиться с бюджетом на 90. Для нас это, конечно, расход 90 субсчет 3. Ну и себестоимость 90.2 кредит 41, 20, 43 и так далее. Еще раз, 68.2 в момент реализации возникает всегда сразу автоматически. Поэтому доформировать, дополнять книгу продаж нужно только восстанавливая авансы. Один единственный случай. При восстановлении НДС по авансам. Как получать авансы? Как вообще цепочку с авансами смотреть? Мы рассматриваем и на первом уровне бухучета, учета 1С, и на втором. То есть мы всю цепочку, все вопросы рассматриваем. Ольга, как лучше указывать НДС внутри или сверху? Как вам удобнее? Но я рекомендую по умолчанию, как настроено. То есть, если отношения с поставщиком, лучше показывать без НДС, рядом НДС и общую. Если отношения с покупателем на продажу, лучше сразу рыночную цену с НДС. То есть, при покупке НДС сверху, при продаже НДС в том числе, в сумме. Значит, восстановление НДС, просто если при покупке НДС сверху, так легче сверяться с контрагентом, с документами контрагента. Без НДС, НДС сумма общая. Мы говорим о том, что восстанавливают записи. Как восстанавливают запись книги продаж и проводка. 76 ВА, выданные авансы, кредит 6802. Это что значит? Это означает, что мы, выдавая аванс поставщику, Альфе, отразили право на вычет. Затем, получив от Альфы имущество, и отразив 19-й счет, опять дебетовали 68-й. Имеем ли мы право, Оксана, два раза просить у бюджета вычет по одному событию? Не имеем. Поэтому нам сказали, то, что временно вам дали по авансу право, вы должны его восстановить, отказаться от него. Но вычеркивать книгу покупок не можем, значит, балансирующей записью в книге продаж. Вот у нас получится две записи в книге покупок на 11-250, одна запись в книге продаж на 11-250, и реально она аннулирует авансовую часть. Да. Если еще условие, то есть наличие счет фактуры обязательно на аванс. И еще условие, прописанный пункт в договоре с поставщиком, что возможны расчеты по авансам. Предусмотрены. Если этого пункта в договоре нет, предусмотрены расчеты по авансам, то мы не имеем права отражать НДС-бюджи. Именно по авансам. Когда нужно, когда это помогает, когда к концу года у вас закрываются контракты на миллионы, и НДС-ок уплате много, а вы знаете, что нужно покупать, например, там в следующем году, в январе, феврале, в марте на целый год муку. Вы можете сказать руководству, так, чтобы не платить 12 миллионов НДС-а сейчас, а деньги поступили конец года, и у нас есть деньги на счете неработающие, мы можем выиграть, зафиксировать цену, то есть и заплатить аванс. Авансом заплатим наперед там 50 миллионов, и получится, что мы выиграем в НДС-е. То есть меньше, заплатим всего 200 тысяч НДС-а. Но, в чем мы выиграем? Мы выиграем в цене, потому что после нового года и на протяжении всего года цены будут расти, а у нас, если мы авансом купили все, будет поступать мука по условно низким ценам, раз мы выиграем в цене, выгода, и два, мы НДС отсрочим. А если вы выиграете время, вы выиграете все. Если каждый раз переносить вот эти налоги, вот аванс как раз для этих целей нужен. Выдавая аванс поставщикам, мы имеем право на эту сумму не платить бюджет НДС. Ну, на сумму приходящегося НДС по авансу. Если вы даете 118 рублей, на 18 рублей меньше должно бюджет. Дальше мы говорим, что это книга под продаж. Что касательно книги покупок, формирования записей книги покупок, мы понимаем, что здесь тоже можно восстанавливать авансы, но кое-что еще. Смотрим. Формирование записей книги покупок у нас с вами возможность. Все записи минимум нужно формировать один раз в квартал, в три месяца. Но можно и каждый месяц. Хотите ежемесячно, можете это делать. Вот смотрим. По приобретенным ценностям вычеты, по основным средствам, напомню, у нас по основным средствам было три компьютера по 4500, на 120 чем-то тысяч, на 121 500. А к вычету отражаются только два компьютера. Почему? Потому что из трех принятых к учету были только два. Значит, НДС на 1901 по одному из трех зависнет. До каких времен? До того периода, пока мы не примем к учету третий компьютер. А почему мы не приняли к учету третий компьютер? Ну, например, потому что ждем игровую карту и тогда его примем к учету. То есть, еще не все затраты собраны по этому компьютеру. Будут собраны все, тогда примем к учету. Тогда будем иметь право на вычет. А вообще, право на вычет действует согласно сроку исковой давности три года с момента получения этого права. А с 15 года вы можете заявить право на вычет в любом квартале в течение этих трех лет, не подавая уточненную декларацию. То есть, захотели сегодня отразить там по старому, то есть, в четвертом квартале по первому кварталу вы не уточняете, что в первом квартале уточнен. А сразу в этом квартале к вычету и все. Это плюс. Но минус в чем? Ну, грубо говоря, ну, что там товар, там денег не хватило, там ты привез там в первом квартале и не учел там приходил товар. Поэтому, ты не хотела в первом квартале приходить товар. Вот мы сейчас с вами посмотрим, смотрите, есть отчеты, анализ счета. Отчеты, анализ счета. Можно посмотреть анализ счета 19, может 68. Отчеты, анализ счета. Итак, мы посмотрим с вами мой любимый анализ счета, анализ счета 6802. Значит, кликаем сформировать. Отчеты, анализ счета 6802. Значит, что нам дает вот четвертый квартал 6802, что нам говорит этот анализ счета. Значит, 68 счет мы знаем, что преимущественно пассивный. Может ли бюджет нам быть должен? Может. Но бюджет этого не любят, особенно налоговые органы, правильно? Если мы покажем дебет, книгу покупок, то есть записи больше, чем в книге продаж, они скажут, камералка, вы наглеете, или перенесите что-то, или подождите. То есть, когда у нас на 68 счете по дебету обороты больше, чем по кредиту, мы догадываемся, что сальдо у нас будет дебетовым, в этом случае хорошо бы от чего-то отказаться. Что-то убирает и переносит. Так и есть. Вот мы сейчас скажем, как перенести. Не менять даты счетов фактуры, не договариваться с клиентами, а оставить как есть счета фактуры там тем кварталом. Но отражать их не в конце четвертого квартала пятнадцатого года, а уже в следующем, в шестнадцатом году, в первом квартале. При этом расходы мы принимаем счетов фактуры. Да. То есть, смотрите, расходы все признаются, только право на вычет счет фактуры. Мы знаем, что он есть. Мы его просто оставляем для следующих периодов. В течение трех лет можно воспользоваться. То есть, расходы признаем как есть, по факту. Раньше что делали, чтобы не уточняли? Они пытались даты документов, факты жизни перенести на другой период. Зачем? А сейчас не надо этого делать. Ну и раньше тоже не надо было. Это нарушение, если вы реально договариваетесь. Давайте не будем показывать этим кварталом операцию, а перенесем в следующем. То есть, это не совсем корректно. А так расходы будут этим кварталом, где имущество покупается, как положено. А вот мы можем отказаться от каких-то прав на вычет. Вот если мы откажемся, у нас сумма восемнадцать тысяч, правильно? Достаточно отказаться от основных средств. И там отчастично от девятнадцатого счета. И получится, что... Можно и, кстати, по выгоду аванса. Мы увидим, что авансы все зачищены, поэтому можно авансы не трогать. То есть, если не хотите камеральную проверку, принципиальные бухгалтеры говорят, что за сто рублей будем судиться. Но это те, которые хорошо стоят на ногах в своей компании. Если же начнутся приглашения в налоговую, вы вашему руководству не будете объяснять. Они подумают, что вы, может, некомпетентны. Почему это нас постоянно дергают? Руководство любит бухгалтеров, которые минимизируют налоговые риски. И вот частое приглашение в налоговую или еще куда-то привлекает внимание к нашей компании, правильно? Сторонник органов. То есть, я знаю бухгалтеров, которые принципиально ходят, говорят, ну и что будет, и чего там, или еще что-то. Даже если и будет, покажут документы, и что они докажут. Просто сам факт, налоговая сразу не будет вам это возмещать. Она скажет, ну, подождет квартал, два через полгода, если увидишь, что вы стабильно там занимаетесь экспортной деятельностью или какой-то, и постоянно сверяется, уверяетесь, начнут вам возмещать. А так, без нужды лучше не беспокоиться. То есть, какие рекомендации показывает всегда кредитовая сальда? Это не означает, что мы никогда не отразим к вычету. То это означает, что мы в следующем квартале будет продаж на миллион. Мы тогда возьмем эти счета фактуры и покажем их к уменьшению НДС. Ну и сальда будет, конечно, правильно. Абсолютно верно. То есть, если мы хотим сальда кредитового видеть, то регулировать нужно только обороты. Может. То есть, если вот, например, вам сразу авансы заплатят покупатели в последний день на отчетную дату, мы тоже зарадуемся. Вот многие бухгалтеры говорят, о боже, 31 декабря свалились на меня эти авансы. То есть, покупатели заплатили 300 тысяч, а мы уже подготовили свой там отчетик типа и уже готовы уехать отдыхать. Но ничего подобного. Радуемся. Почему? Лишними там 2-3 миллиона, если аванс, или 200 тысяч, они не будут. Все равно от этих денег вы как раз заплатите свои налоги. То есть, я к тому, что если вам платят 236 тысяч, 36 показать, как долг бюджету, не страшно. А если 36 миллионов? Если 36 миллионов, 36 миллионов. Но они же вам дадут 236 миллионов. То есть, будет заплатить 36 миллионов, и еще миллионы останутся заплатить что-то другое. То есть, помните, что деньги сегодня дороже, чем завтра. Если вы получили сегодня 236 миллионов, вы уже можете начать их пускать и в бизнес, и в дело, и так далее. И так далее, они вам все равно принесут прибыль. А многие компании, если получат 236 миллионов в декабре, сразу на банк на 10-12 дней, пока праздники майские, там на 2 недели на счет, и эти деньги за 2 недели приносят, даже если 100 тысяч рублей, это большие деньги на ровном месте. То есть, на депозите продержать 10 дней, там 15, большую сумму денег, это прилично тоже. Поэтому нужно уметь управлять вот этими активами. И радуемся. Если платят нам авансом, это хорошо. Ну и что, что мы заплатим НДС от этой суммы сразу? Зато потом не будем платить. То есть, когда будем отгружать, продавать, мы просто еще раз начислим НДС и сразу восстановим, отразим к вычету НДС, который ранее уплатили. То есть, когда вам платят, не отказывайтесь от авансов никогда. Даже если знаете, что нужно поделиться с бюджетом, там 1, 6 или 18% от этой суммы. Вот что делать? Мы можем с вами в книге покупок отказаться от строчки, там какой-то. В полученных авансах не буду отказываться. Я нажму провести и закрыть. Посмотрю, что будет в анализе счета. Я отказался только тысяч, там где-то на 14. Я смотрю, что теперь уже право. Прав у меня меньше. 19.01 исчез. Но все равно получилось к вычету. Что я могу сделать? Не хочу трогать авансы. Значит, нужно отказываться от 19.03. Мне нужно 19.03 на 4 с чем-то тысяч частично отказаться от него. У меня счет фактура полученный, там на 22 тысячи с чем-то. Вот поступало имущество, поступали товары. Я могу галочку снять, отразить в вычете НДС в книге покупок. И получается, что у меня этот счет фактура проводку не сделает. Что значит снятая галочка в счет фактуре? То есть при проведении проводок нет. Это означает, что в помощнике по учету НДС, если заново сформировать книгу покупок, то в приобретенных ценностях уже появится по товарам то, что я снял галку. То есть не переживайте. Если вы вдруг где-то сняли галку в счет фактуре и не хотите прямо сейчас отражать 19.03.68, раз в квартал это право у вас возникнет, когда будете закрывать квартал. Помним только, что были только ОС, а появились в формировании записи книги покупок еще и товары. Но я хочу и те, и другие удалить. Могу ли я по товарам показать не все, а только часть из них к вычету, если один счет фактура? Могу ли я два раза один счет фактуры показывать в книге покупок? Могу. Хоть сто раз. Была бы сумма, правильно? Ну, выше той суммы не могу, но реально вот сумму с товарами, которая у меня здесь есть, 22 тысяч. Я могу, например, там 100 тысяч. Давайте не 100, а давайте 90. Что все-таки была какая-то сумма к уплате. Вот я могу эту сумму показать. Теперь, глядя в анализ счета, у меня получится некая иная картина. Получится к уплате 2248.75. Готово наша организация и руководство такую сумму заплатить НДС? Готовы. Значит, 2248.75 мы можем смело с вами заплатить. Анализ счета – инструмент, который нам показывает, как регулировать вот именно отношения с бюджетом в части НДС. Значит, что мы можем еще посмотреть? Запомните, книга покупок, книга продаж и декларация – это отчеты. А вот формирование записи книги покупок, книги продаж – это документы. То есть, когда нужно добавить что-то в книгу покупок или в книгу продаж, это мы формируем документ формирования книги продаж и книги покупок. А если нужно смотреть отчеты – отчетность. Вот мы сейчас посмотрели анализ счета. А нужно посмотреть, что там в отчетах книга продаж и покупок. Ведь они потом сформируют нашу декларацию по НДС. Значит, книга продаж – сформировать. В книге продаж мы видим с вами, система говорит, проверка контрагентов проверена, успешно выполнена. Но на самом деле она проверяет только там, где есть ИНН и КПП. Если вы у себя отражаете покупателей и поставщиков без ИНН и КПП, она их не проверяет, но декларацию потом выгружать не даст. То есть, понятно, что вы должны на старте заполнить контрагента, указав его ИНН и КПП. Обязательно обращайте внимание на код вида операций. Авансы получены, авансы выданы, что там. Сумма 50,625. Это книга продаж. Сколько мы должны? Мы имеем право уменьшить книгу продаж на записи НДС в книге покупок. Вот мы посмотрим, что в книге покупок наши вычеты. 48. 50 минус 48. Как раз получим эти две с чем-то тысячи. Как убедиться бухгалтеру, что он не допустил ошибок при введении учета именно в части НДС? Если книга продаж, книга покупок есть, теоретически он может спешить в декларацию. Но есть подводные камни, а вдруг не все записи, которые были должны попасть в книгу продаж или в книге покупок отражены. Может мы что-то нарушили, может мы что-то упустили. Есть ряд отчетов для этого. Напомню, в нынешней редакции 3.0 налоговая декларация вот именно из помощника устарела. Что имеется в виду устарела? Что здесь еще по-прежнему 7 разделов. Если я ее кликну, здесь 7 разделов старые. Просто не обновили еще этот пункт. Помощник не обновили. Мы знаем, что продукты фирмы 1С периодически раз в неделю, где-то раз в неделю, раз в две недели обновляются. Поэтому эту ошибку сказали исправят. Почему она не является критической? Потому что вот если посмотреть саму декларацию, я ее здесь на втором уровне открыл. Если декларацию открывать через 1С отчетность, то есть отчеты, через помощник как мы сделали, а через отчеты 1С отчетность, то здесь уже обновленные версии. Просто в помощнике забыли ее обновить. Такое иногда бывает. Но настоящий бухгалтер, который ставит себе за цель сдать вовремя отчет по МДС, найдет способ открыть нужную отчетность. То есть у нас будет 12 разделов в нашей новой декларации. И раздел 8 и 9, книга покупок, книга продаж и сведения из журнала счетов фактур. То есть все разделы последние, это вот с 15 года новая декларация с этими разделами. Поэтому когда работаете в 1С, внимание, смотрите, ту ли отчетность открываете, не устарела ли форма. Ну в любом случае, если будете выгружать прямо из 1С, она вам скажет, что форма устарела. Или будете выгружать из контура, с БИС++, с ТАКСКОМ, скажут, форма устарела, не ту отчетность открыли. То есть мы с вами говорим сейчас о том, что декларация должна быть свежая, новая, принятая в конце 2014 года. Значит, как проверить, вот мы сейчас говорим о том, что декларацию еще не смотрим. Как проверить, правильно ли книга покупок, книга продаж, правильно ли отражены права на вычеты. Ну, идеальный анализ счета 68 мы посмотрели раз. То есть, что хорошего, что здесь можно открыть двойным кликом, там оборотку, карточку счета и все это увидеть. Вплоть до первичного документа. И есть специальные отчеты. У нас есть специальные отчеты. Прежде всего, отчет по наличию счетов фактур. Можно дарить каждый день, каждую неделю бухгалтеру этот отчет формировать. Для чего? Он будет проверять отношения с поставщиками. Все ли поставщики нам счета фактуры отгрузили. То есть, реально есть ли они у нас. Иногда бывает, что они нам их выставили, а где-то там под столом или в шкафу, и мы его в 1С не занесли. Такое тоже может быть. Это на самом деле грубая ошибка, не грубая. Тем более, учитывая, что мы и так уменьшали книгу покупок, думали, что оттуда убрать. Но, важно понять, что счет фактуры зарегистрирован, что вы рано или поздно этим правом воспользуетесь, а не после генеральной уборки все пропадет. Значит, анализ учета, наличие счетов фактур. Этот отчет позволяет увидеть все те документы основания, то есть все поступления, раз, и увидеть, нет ли каких-то, по которым нет счетов фактур. А даже если счет фактура есть, мы сможем увидеть, проведен ли счет фактура. И представьте, если у вас там 40 страниц вот такого текста, все листать, где-то пропустили. Для этих целей есть специальная кнопка «Отбор по наличию счет фактуры». Мы, конечно, скажем, наличие счет фактуры нет, чтобы увидеть только те, по которым нет счетов фактур. Всего одна у нас такая. Но, не сразу не обольщаемся. Почему? Потому что двойным кликом надо проверить сам документ. Что это был за документ? Должен ли быть по этому документу счет фактура? Я вижу здесь безинвестные операции, мне уже не важно, будет ли. И потом вижу, поставщик сидоров никогда не будет. Если поставщик физлицо, там счет фактуры не быть никогда. Там требования фактуры нет. Да, да. Но если, вот обращайте внимание на ставку, если ставка 10 или 18, есть смысл начинать поднимать тревогу, искать счет фактуры за правшую. И если ставка без НДС, то что запросите, что не запросите, что отразите, что не отразите. Можно какой-то вопрос. А если НДС составит, то есть у нас товар пойдет по работе, который не облагается. Который не облагается. Да, который потом дальше пойдет. То есть, то, что у нас НДС составит. Да. У нас здесь НДС будет условно 18. Но не выделяется 19. То есть, потому что сразу дебет 10, кредит 60, у вас права не будет. Да. То есть, ну, книг, но при этом у меня счет фактуры будет. Правильно? Да, можно его отразить. Просто не попадет в книгу. Можно не отражать. Можно. Вот в этом случае, смотрите. Если вы понимаете, лучше в любом случае всегда НДС от поставщиков отражать. Есть еще одна настройка, о которой я сейчас вам расскажу. Есть настройка НДС в самом справочнике контрагенты. То есть, если проверить контрагента, значит, именно в договорах с контрагентом, потому что могут быть разные договоры с контрагентом, именно в договорах с контрагентом, если он для нас поставщик, можно указать, будет ли он нам когда-нибудь предоставлять счет фактуру или не будет. Вот проверяйте всегда договоры с контрагентами. Значит, в договоре есть такая опция НДС. В самом договоре с контрагентом и с покупателями есть НДС, но там другие настройки. Там спрашивают, как часто счета фактуры на Аланс будем выставлять. А это мы в учетной политике говорили. А если поставщики, здесь важно, налоговый или агент, если, например, арендуем имущество города Москвы, когда мы за них, и нам они счет фактуру не выставляют. Правительство Москвы нам счет фактуру не выставляет. А вот она основная настройка. Поставщик по договору предъявляет ли нам НДС. Вот это важно. То есть, если снять эту галку, она никогда в отчетах не будет показывать, да и в документах не будет требовать счет фактуру. Но здесь есть какие нюансы. Что он был на упрощенке, а потом через полгода с нее соскочил, а договор тот же. И он НДС не предъявлял, а тут начал предъявлять. Получается, в 1С надо создавать новый договор и тогда ставить эту галку, потому что в старом уже не даст изменить. Если она увидит движение по старому договору. Поэтому я рекомендую всем эту галку не снимать. Это плюс для нас. Ни в одном договоре из контрагентов не снимать галку поставщик по договору предъявляет НДС. Тогда во внутренних отчетах она покажет, есть документы без счетов фактур. Вы откроете, посмотрите, что это без НДСные и успокоитесь. Потому что сегодня без НДСные, а через полгода или через год они начнут быть НДСными. И тогда, чтобы не потерять право свое. Просто получается, если вы этот договор старый не будете менять, или потом новый бухгалтер другой придет, или вы придете. Видите, они по старому договору продолжают отражать. У них этой галки не было. То есть она была, допустим, была выключена. И у них был без НДСных. А тут смотрите, поступает вам накладная, она с НДСом. Вроде боитесь поменять договор, потому что мало ли уже целый год работаем по этому договору. Правильно? И расчеты, и задолженность на этом договоре. А вы не можете включить галку, потому что она говорит, что уже есть операции по этому договору, не может быть изменена. В этом случае лучше остатки с одного договора перебросить на другой. И создать новый договор с этой галкой. Почему? Потому что вы теряете права на вычеты. Он уже поставляет вам с НДСом, вы не можете их отражать к вычету. Почему? Потому что не можете зарегистрировать счет фактуры, как таковой. Если галка выключена в договоре с поставщиком, что он предъявляет НДС, вы не сможете никогда зарегистрировать счет фактуры. Поэтому никогда ее не выключайте. Сегодня, ну и что, что без НДСных? Если это физлицо, я согласен. С физлицом можно всегда ее выключать. Ну и П, да? Да, если, или просто физлицо, может быть просто физлицо по договору. Если же у вас, ИП у нас могут быть на общей системе? Могут. Поэтому, в любом случае, всегда не выключайте эту галку. Я к тому, что договор поставщик лучше во внутренних отчетах. Я проверю пару документов, чтобы без НДС не успокоиться. Какие еще есть отчеты для этой проверки? В отчетах анализ учета, помимо наличия счетов фактур, есть экспресс-проверка ведения учета, которая также проверяет все, что касается записи книги покупок, книги продаж. И в том числе наличия счетов фактур. Экспресс-проверка ведения учета. Мы сейчас с вами запустим экспресс-проверку и посмотрим. У меня четвертый квартал. Мы на первом уровне рассматриваем четвертый квартал. На втором уровне первый квартал, второй квартал. То есть, первый уровень у нас всегда глобальный, чтобы увидеть годовую отчетность и все отчеты. Второй уровень 1С мы рассматриваем уже проблемные там участки. Вот смотрим. Она мне говорит, что ошибок нет по бухучету, по кассе, по книге продаж нет ошибок, а могли быть. А вот по книге покупок говорит, есть ошибки. Я проверяю, что там не так. Какие рекомендации она говорит. Она говорит, что в поступлении от 25 ноября нашим Сидоровском нет счет фактуры. Я еще раз двойным кликом проверяю. Так, это рукавица без НДС, 300 рублей от Сидорова. Здесь и не должно быть. И все. То есть, это не ошибка. Это еще раз я проверил себя. То есть, ошибки. Хорошо, что она следит за этими ошибками. И фирма 1С много, когда 8.2 выходила, стартовала в начале 2010-х годов, много денег на разработку этих отчетов они выложили. Потому что это очень полезно для бухгалтеров. Многие крупные иностранные компании ведут учет на территории РФ в 1С. То есть, МСФО они там могут в Старпе еще где-то, но параллельный 1С используют. Как раз для отечественных целей. Для НДС и для налога на прибыль. Потому что ни одна крупная компания не успевает за изменениями в законодательстве наших. И если успевает, то она требует большие деньги, чтобы дорабатывать постоянно эти изменения. А 1С практически полубесплатно, но обновляет и выплатит только за годовую поддержку, там за обновление. Какие еще отчеты? Если посмотрим отчеты. Значит, отчеты. У нас в отчетах есть отчет, который называется анализ учета по НДС. Отчеты анализ учета по НДС. Отчеты анализ учета по НДС. Значит, анализ состояния налогового учета по НДС за 4 квартал 2015 года. Я нажму сформировать и сразу вам расскажу, что означают ячейки, колонки. Значит, левая часть глобально – это все наши обязанности, долги перед бюджетом. Правая часть – все права. Также мы смотрим. Есть в каждой левой и правой части две, тоже левая и правая часть самой реализации и вычетах, приобретенных ценностях. Вот то, что у нас слева в каждой из колонок – это исчисленный НДС или к уплате или к вычетам, реально исчисленный. То, что с сереньким фоном правее – это неисчисленный, но потенциально необходимый к исчислению. То есть, если я увижу в реализации не нули, а какие-то циферки, это означает, что я сознательно занизил базу по НДС и при любой проверке это будет выявлено. Система сразу показывает, не забыли ли мы восстановить какой-то НДС по авансам, например, там в авансах. Или не забыли ли по какой-то реализации, вроде реализация есть, а мы взяли и удалили там запись книги продаж. Продажа есть, это практически невозможно, это нужно быть хакером-программистом, чтобы взломать, потому что продавая, делая документ реализацию, уже с самой реализацией она пишет кредит 68 и книгу продаж. То есть, вам нужно быть продвинутым пользователем, зайти в регистры, удалить записи в книге продаж, и тогда уже система будет показывать, что что-то там не так. Обычно она показывает по авансам, что не восстановили. Начислено 50 тысяч, к вычетам 48, к уплате 2,248. Это то, что мы видели. Видим? Здесь она пишет с копейками согласно бухучету, а в декларации будет без копеек. Почему? Потому что с 2014 года все налоги без копеек. Ошибка ли, что по приобретенным ценностям у нас 28,170? Нет, это не ошибка, потому что мы сознательно отказались от каких-то вычетов по НДС. Вот мы можем двойным кликом по проблемной части... Меня интересует, почему я 28 тысяч не отразил к вычету и не был бы должен ничего в бюджет? Система сразу расшифрует и скажет, могли, но не отразили. Значит, смотрите. Она сразу показывает отсутствие счет фактура выданной. Помните, до этого она нам тоже показывала, что нет счет фактуры. Но когда я вижу, что там без НДС, сразу успокаивается. Даже если счет фактура будет, мне все равно, потому что прав на вычет нет. То есть, без ошибок 4, все остальные типа с ошибками. Вычет не отражен в книге покупок. На 6,3... То есть, сумма НДС, сумма без НДС. Вот на сумму НДС 6,300 и на 21,870. Почему? А потому что мы сами по товарам отказались и по основным средствам тоже отказались. На 21,000 по основным средствам, по товарам на 6,300 я принудительно уменьшил сумму в счет фактуры, когда мы отражали к вычету. То есть, по-хорошему, когда это наступит? А не навсегда эти исчезли ценности или нет? Я могу вернуться в помощник по учету НДС и показать вам маленький фокус. Если я выберу следующий квартал, первый квартал 2016 года, и нажму сформировать записи книги покупок, то те, по которым я отказался сейчас, она их будет помнить. То есть, она автоматом их переносит на следующий, а скажу, что в следующем перенесет на второй квартал, на третий и так далее на протяжении трех лет. Регламе формирования записи, открыть операцию, заполнить документ. То есть, если что-то не хотите сейчас отражать, она возьмет и на эти суммы 6,300, и 14,580, не на всю сумму по счету фактуры, а только на остаток, на оставшийся кусочек, до отразить. Значит, это вот что касается записи книги покупок, книги продаж, а мы говорим с вами сейчас об отчетах. Анализ состояния налогового учета – это полезнейший отчет, который вот мы используем. И в отчетах у нас еще есть глобальный отчет «Оценка риска налоговой проверки». Новый отчет, он недавно появился, в 2015 году. Значит, что он показывает? Не нарушили ли мы какие-то пункты, за которые грозит нам проверка со стороны налоговой, если мы сдаем такую отчетность. Этот отчет проверяет 12 пунктов разных. Вот выполнить проверку за 15-й год, оценка риска налоговой проверки в отчетах. Значит, в 2015 году можно выполнить эту проверку и посмотреть. В данном случае она говорит, что мы закончили год с убытками, а по остальным пунктам все вроде хорошо. В последних релизах она говорит, что если бы вы показали еще декларации по первому, второму, третьему кварталу, но у нас их реально не было. Почему не было? Потому что ввели только четвертый квартал, а деятельность существовала фирма только в четвертом квартале. А на главные настройки, профессиональные, если указать рабочую дату, там 16 января 16 года. То есть если формировать отчетность, путь будет отчетный с 16-м годом. Но это на эти отчеты, в принципе, не должно повлиять. Система просто видит, что по НДСу в четвертом квартале у нас к уплате вроде все хорошо. А вот по рентабельности у нас на самом деле убытки. Мы уставный капитал согласно нашим задачам 500 тысяч, мы его проели на 262 тысячи убытков. Потому что зарплату 3 месяца начисляли, амортизацию, а продали всего ничего. Пару холодильников и пару телевизоров. Вот надеемся со следующего года взять себя в руки и продавать. Если наша рентабельность ниже рентабельности по виду деятельности нашему, то конечно, а тут конечно ноль. Рентабельность активов ноль. Не может быть отрицательной. Но мы говорим о том, что раз убытки, рентабельность никто не считает. Уже понятно убыточную деятельность. Что еще у нас есть в части операции? Мы сказали отчеты. То есть нужно посмотреть глобально наш отчет регламентированный, декларация по НДС. Значит отчеты, регламентированные отчеты, декларация по НДС. В регламентированных отчетах почему отсюда не через помощник? Еще раз напоминаю, пока вот в последних релизах помощник неправильно выводит нам нашу отчетность. Значит, кликаю создать. Здесь есть декларация. Открывать ее не буду. Создаю отчетность. Если что, новую создадим. Ничего страшного. Значит, отчеты. 1С отчетность. Нас интересует с вами. Отчетность по категориям, можно, можно по получателям. Нас интересует именно налоговая отчетность и именно декларация по НДС. Декларацию по НДС мы формируем за первый квартал 2015 года, согласно приложению номер 1 приказов ФНС от 29 октября 2014 года. То есть это будет свежайшая, новейшая, которая нам нужна декларация. Декларацию открываем только через отчеты 1С отчетность, регламентированную. Потому что в помощнике старая форма декларации. Кликаю заполнить декларацию. Все отчеты в 1С на один вид. Напомню, в курсе по НДС отдельном или второй уровень, где раздельный учет НДС, мы там рассматриваем именно учет различных хозяйственных операций, в том числе посреднических. И там можно увидеть все разделы заполнены. И по деятельности комиссионера, и там комитента, и различных агентов. А вот мы сейчас с вами посмотрим, что нам система заполнила. Начинаем с чего? Прошу прощения, я нажал заполнить, или я просто нарисовал? Первый квартал мне не нужен, мне нужен четвертый. Значит, еще раз. Когда мы выбираем отчетность, деятельность наша была в четвертом квартале. Поэтому я выбираю декларацию по НДС период четвертый квартал пятнадцатого года. Ведь в первом квартале деятельность не велась, фирма существует, начала свою деятельность с первого октября пятнадцатого года. То есть выбираю четвертый квартал, создать, нажимаю заполнить и анализирую. Система говорит, с таким уже существует. Сохранить еще один? Да, сохранить. Значит, она сразу проверяет всех контрагентов и говорит, что найдены контрагенты, не существующие, или без ИНН, КПП, то есть с ошибками. Раздел третий покажет нам, сколько в налоговую базу включено, книга продаж, как формируется. Нас интересуют строки 110, 190, 200, 210. Значит, 110, 5626, без копеек. Мы это увидели до этого в всех проверочных отчетах. Налоговые вычеты. 190, 48, 377. Раньше были строки 120, 220. Сейчас строки 110, 190. То есть каждый раз приходится запоминать эти строки. Но рано или поздно вы к ним привыкнете. Значит, 48, 377. Это вычеты. Итого, к уплате или к возмещению, Оксана, у нас к уплате 2, 249. Где мы эту сумму проверим? Мы проверим по строке 40 или 50 в разделе первом. И если к уплате строка 40, вот она в разделе первом, если к возмещению строка 50, мы лучше к возмещению не сдавать такую декларацию. если игра стоит свеч и там возмещение на сотни миллионов, конечно, будете подавать. И вы понимаете, что каждый следующий квартал ничего не изменится и через год тоже ничего не изменится. У вас постоянно стабильное возмещение. Если же там речь десяток тысяч, даже сотен тысяч вычетов, многие не показывают, ждут, знают, что будет продажа. Что у нас в разделе восьмом? В разделе восьмом мы видим сведения из книги покупок. Вы сейчас удивитесь, кто виноваты? Мы, наша организация. Почему? Потому что указан не НН, а такой контрагент с такими НН устарел. То есть НН такой реально существовал, но мы же в учебной версии выбираем не реально существующую фирму, а некий прототип компании, поэтому в данном случае она говорит, вот для этого контрагента у него будут проблемы в базе. ФНС. То есть смотрите, можно выполнить в декларации проверка проверить контрагентов, проверка проверить выгрузку. Если начнем проверять контрагентов, она скажет, найдены ошибки, показать все, или показать только недействующие. То есть недействующие оставят только с красными с ошибками. Все, на самом деле вот эти все, у которых нет ННКПП это тоже ошибки. Как я пойму, что это ошибки? А я попытаюсь выгрузить отчет. И она сразу скажет, в разделе восьмом не указаны ННКПП в таких-то строчках. То есть она говорит, исправьте эти ошибки. В разделе девятом смотрим. то же самое не указанное ННКПП, но если уже нужно декларацию выгружать, сохранять, вы покажете. Книга покупок 48, книга продаж 50 тысяч. Значит, мы с вами декларацию правильно заполнили. Единственное, что придется справочник контрагенты допроверить, доформировать. Напомню, прямо из декларации можно кликнуть по контрагенту двойным кликом и проверить. Значит, ИНН, КПП. Кликая ИНН заполнит реквизиты, система вытащит все реквизиты и еще рядом проверит контрагента. В пункте меню администрирования при необходимости вы можете настроить проверку контрагентов, чтобы система сразу проверяла контрагентов с помощью сайта ФНС. У нас доступ есть, интернет есть, поэтому она сразу все проверяет. То есть, если вы забудете это сделать, зайдете в декларацию или будете работать с контрагентом, она сама будет выводить сообщение включить проверку контрагентов, включить проверку контрагентов. Но если будете несколько раз игнорировать, знайте, что сами можете ее включить или выключить. Это администрирование Настройка проверки контрагентов. С этого года лучше всех контрагентов сразу проверять, если что-то не актуальное. Был такой казус, что не видела Актион Пресс, то, что разработчик сайта и журнала Главбух. Соответственно, все шутили, что эта фирма 1С так решила поквитаться с конкурентом, как бы конкурентом в этой деятельности. Ничего подобного, просто там разные ННКПП и система вначале думала, что это разные, обособленные или еще что-то. Но именно она пишет, что находится в состоянии реорганизации или что-то такое. Я знаю, что у меня как-то я работала. Да, бывает. ННН одно, а КПП другое. Да, такое бывает, но главное, что они реально существуют и система это видит. А если она пока на этом КПП не увидела на сайте свои данные, и она думает, что такого пока нет или находится в состоянии реорганизации. То есть думает, что поменяли КПП, но еще не внесли на сервер ФНС и она не может его проверить. Но все нормально, обошлось там после обновления, видимо, что-то было. Значит, вот основные особенности, которые связаны вот с таким стартовым учетом НДС. Если же говорить именно о втором уровне, когда мы рассматриваем второй уровень учет НДС, раздельный учет, то в этом случае всегда важно понимать. Второй уровень, раздельный учет НДС. Если, например, я хочу отразить авансовый отчет и показать. Я просто покажу вам пример на втором уровне, чтобы вы понимали, что будет рассматриваться и что можно отражать. Например, у меня некие расходы командировочные. Я отправил некого подотчетника. Иванова отправил в командировку. Я хочу показать или там, например, какие-то услуги гостиницы, проживание в гостинице. Это если представительские, например. Например, 50 тысяч представительских, НДС там 18%. И глобально нас спрашивают, счет затрат. Да, 26-й, да, это администрация, субконта, для целей налогового учета и бухгалтерской, я говорю, не учитываемые в целях налогообложения или учитываемые, но нормированные. Какие могут быть? Представительские. Например, вот эти будут представительские. Представительские должны быть на еду и на питье, а проживание будут не учитываемые. То есть, одна строка будет представительские, другая будет не учитываемая. Сам факт, что есть, если вы в настройках и в учетной политике, и в параметрах учета укажете галочку, ведется раздельный учет НДС на 19 счете. Вот это нужно запомнить, что появится аналитика на 19 счете, принимается к вычету, учитывается стоимость, для операции распределяется, исписывается, не принимается. Если я знаю, что у меня не принимаются сами основные расходы в налоговом, то НДС тем более не будет приниматься. В налоговом кодексе косвенно это описано, но проверяющий контролирующий орган на этом настаивает. Если вы основную часть не признаете, то НДС, входящий по этой части, тоже нельзя, нужно списывать на расходы, нельзя включать отдельно. То есть, нужно выбрать списывается. Не принимается. И что получится? Если я попытаюсь провести авансовый отчет, понятно, я не заполнил половину аналитик в этом авансовом отчете. Меня сейчас интересуют именно проводки. И смотрю дебет-кредит, что система 1С мне покажет. Второй уровень наших, не посредник Ольга, а второй уровень наших курсов 1С, учет хозяйственных операций. На первом уровне не ведем, на втором ведем. То есть, у нас есть специальные курсы отдельно по НДС, отдельно по учету хозяйственных операций, отдельно по первому уровню. Что показывает система? Обращайте внимание на налоговый учет и на бухгалтерский, жирным черным. Жирным черным цветом бухучет, рядом НУ и разницы, которые бывают. Смотрим, 26-й, 71-й, 50 тысяч признается сумма затрат в бухучете, в налоговом же Оксана у нас ноль. Значит, разница постоянная 50 тысяч между бухгалтерским и налоговым учетом. 19-й, НДС глобально не показывается никогда в налоговом учете, потому что это тоже налог, в налоговом кодексе. Я имею ввиду в составе затрат. Но, этот 19-й, который списывается с аналитикой, мы сразу списываем на 91-й счет, причем только в бухучете, а в налоговом опять ноль. Если вся сумма затрат 59 тысяч, ну то есть не затрат, а глобально отношений с поставщиком на 59 тысяч, в том числе НДС 9, 50 тысяч не признаем расходом в налоговом, значит и 9 никогда не будет признана расходом тоже в налоговом. То есть мы их имеем право к вычету, если бы эта деятельность пошла в реализацию потом с НДС. А так как эти расходы мы отнесли на расходы и в налоговом не признаем, то и НДС будет признаваться расходом на 91-м тоже. По сути можно сказать, что мы включили стоимость, но мы его списываем. Мы его не включили в 26-й, а мы в 19-й автоматически списали на 91-м. Если не включать раздельный учет НДС, это все вам пришлось бы делать руками. То есть если галка в учетной политике разделе учет не включена, она и аналитика не указана списывать на расходы, включать в стоимость. Вот здесь сейчас списывать на расходы, правильно? Не, счета учета не. Это для декларации по НДС, чтобы эти суммы 59 никогда не попали в декларацию по налоговому учету. Букучу одной внешне, это забалансовая, она пишет, чтобы никогда декларацию по налогу на прибыль не показать. Я вам покажу этот же документ, если я поменяю аналитику. То есть, например, укажу здесь представительские, а здесь способ, принимаются, если принимаются к вычету, какие будут проводки. Она говорит желательно счет фактурку. Указать счет фактура, поставщик, допустим, ВИТО, счет фактура, дата номер 0306 и номер там 26. Значит, провести, смотрим проводки. Абсолютно верно. Появится 19 и скажет, принимается к вычету и будет ждать конца квартала. А в конце квартала 19 уйдет на 68. Что будет, если я поменяю, принимается к вычету на учитывается в стоимости, то 19 не должно быть вовсе, поэтому она сразу его списывает назад на 26. Все 59 окажутся абсолютно верно на 26 счете. Но она пишет в 19. А если в учетной политике галка разделен в учетном 12 счете не включена, как стартовая, то она просто написала бы одну проводку. 26 и 71, 59. Здесь она пишет, что в 19 включается стоимость и сразу ему дает стоимость. Лишние проводки есть. Но мы понимаем, для чего они. Бывает, если вы не предоставили вам счет фактуру, прав на вычет у вас нет. Тогда 19 вы выделяете и списываете его на 91. Правильно? Да. Если вы, например, видите в чеке МДС, что делать? Выделяем 19, а потом 19 и списываем его на расходе. Каким? А, каким? Если это чек, скорее всего от подотчетника, скорее всего авансовый отчет, закладка прочее, как у нас сейчас. Авансовый отчет, закладка прочее. А что будет, если я включу, распределяется? В этом случае система будет ждать документа распределения НДС. То есть она покажет, как положено, 26 и 19, но 9 тысяч не все примутся к вычету на 68, а часть из них вернется на 26, часть на 68, в зависимости от выручки. Если 70% выручки без НДС, а 30% с НДС, то ровно в этой пропорции она распределит 19, который списывается. И в конце месяца, в закрытии периода, будет распределять только вот этот НДС. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что если вы в операциях откроете помощник по учету НДС. Я там, скорее всего, второй квартал, да, в текущей дате отражал. Значит, она вот предложит нам распределить НДС согласно выручке. Почему распределить? Потому что она видит, что есть распределяется НДС. Я указал в документе распределяется. Она предлагает его распределить. Открыть операцию и заполнить. Она выручки не видит никакой. Но к распределению наша ВИТовская существует. Выручки нет, здесь просто в этом периоде не было деятельности. Я руками могу написать 100 и не облагаемое, например, там 25 тысяч. Нет. Что мы распределили там по-другому? Ну, смотрите, знаете, как можно, допустим, если 3, 3 разных НДС, скажем, 17 без НДС и 0%, допустим, ставка, ну, скажем, там без НДС, как будет составить 100 миллионов, и у нас вопросов, ну, да, чтобы выручку, ну, и без... Можно руками отредактировать базу распределения. Можно. По-хорошему нужно нажать кнопку ДОПУ, и она сама выручка по всем. То есть, ну, условно говоря, чтобы вот этот вот 19.7, какой-то там, 19.5, 19, одна операция. Нужно еще подтверждать ставку нулевую. Вот еще есть документ подтверждения нулевой ставки. Да, у нас там аренда или коммуналка на Москву маленькая, вот это сам, даже там поднять копейку. Угу. Потому что потом, как он записается, да, эти копейки. То есть мы говорим. Можно убрать или не распределять, а распределить вот на другую, да? Можно, да, руками. Глобально, вы понимаете, если особо ничего не влияет и не изменится, то можно руками вот здесь изменить. Указать вот 1,5 уйдет на необлагаемую, 4,5 уйдут в облагаемую. А ругаться будет на то, что, допустим, ну, условно говоря, на 50 тысяч, 60 тысяч и 2 тысячи. Я уберу 2 тысячи, а у меня как бы тут сапоглаза... А все остальное вы нажимаете распределить. Я должен расстрелить только между этими двумя. Вот смотрите. Если я кликал расстрелить, она, принимаемую учитывая, расстрелила согласно этому. Базная реализация, сама базная реализация, там, 12 тысяч, да, а 110, потому что 2 убрали. Ничего страшного, не будет. Или вы увеличите. А, вот просто туда, да, 100 кубик. То есть если здесь на 100 кубик, вы делаете 25 на 800. Или по 400. Снимите сюда. Так, 100 400, 25 400. Она проверяет выручку, поэтому лучше, если убирать из одной, да, проверю. Лучше из одной убрать другие. И потом распределить. То есть вы можете руками это делать. Кстати, вот заказчики, там, застройщики, они согласны инвестиционной площади, если строят дальние сооружения, квартиры, согласны площади квартир для каждого. И поэтому они там вообще-то не применяют. И руками отдельно себе все считают. И руками, проводками, 19-й списывают. Потому что типовая бухгалтерия им в этом случае не подходит. Ну, в принципе, это все, что вот хотел я вам сказать по МДС. Напомню, у нас есть курсы. Первый уровень бухучета 1С, второй уровень. На сайте вы можете почитать о всех курсах по направлению 1С бухгалтерия. Сайт специалист. Всех ждем вас. Приходите, записывайтесь. Первый, второй уровень глобального учета. Не только учета 1С, но и всех хозяйственных операций, которые есть. Не только учет МДС, мы говорим. Начинаем от нуля и до баланса на первом уровне. Все участки на втором уровне. То есть вы можете на сайте www.3w.specialist.ru всю информацию почитать. Там есть направление обучения. В блоке 1С можно увидеть наши курсы. Можете сразу, все слушатели, кто сегодня занимался, можете попробовать тесты пройти. То есть зарегистрироваться, пройти тесты. У нас обучаются лучшие и аудиторские компании, и крупные сайты. Значит, всем спасибо. Если есть вопросы, я отвечу на все ваши вопросы. А как получить справку, Наталья, между бухгалтерским и налоговым учетом? О разнице в бухгалтерском и налоговом учете. То есть есть у нас в бухгалтерии, в отчетах, отдельный блок. Сами справки можно получать из закрытия месяца раз. А можно посмотреть отдельно регистры бухгалтерского налогового учета. То есть регистры налогового учета будут по налогу на прибыль. Если хотите увидеть невооруженным глазом разницы между БУ и НУ, можно включить оборотку. Вот мы сейчас с вами включим оборотно-сальдовую ведомость. В настройках оборотно-сальдовой есть показатели. Обязательно включить все галочки. БУ, НУ, ПР, ВР, контроль. И вот контроль покажет, где не совпадает бухгалтерский налоговый учет. Вот я нажму сформировать. И сразу буду видеть, что на 0,1 БУ, НУ равен. Листаю дальше. 19, там 26, 41, 44. По идее должны быть разницы. Вот смотрим. На 91 счете. У меня есть запись в бухгалтерском налоговом 0. Постоянная разница 38. Что это означает? Контроль выполняется. А контроль каков? Бухгалтерский налоговый учет равен НУ плюс ПР плюс ВР. 38 равно 0 плюс 38 плюс 0. Но при этом я понимаю, что разница есть между бухгалтерским и налоговым учетом. Почему? Потому что, открыв карточку 91 счета, я сразу найду, что это были за операции. Оказывается, списывая компьютер, мы его списали на 91 счет, не принимаемый в налоговом учете. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в проводках по списанию компьютера... Как мы списываем? Первоначальное минус износ равно остаточное. Остаточное в налоговом учете ушла на... В бухгалтерском учете ушла на расходы. А в налоговом 0. То есть, постоянная разница и в декларацию не попадет. Такое бывает, когда нет справки о закрытии уголовного дела, нет документов, подтверждающих, что компьютер негодный, а вы его списываете, потому что он действительно негодный. То есть, приказ руководителя недостаточен для налоговиков, чтобы они считали это списанным. Поэтому нет документа, нет бумаги, нет виновных лиц. То есть, может, виновное лицо и есть, но мы не хотим списывать на кассира Малахова 40 тысяч рублей компьютера. Решили за счет нужд организации. Налоговая придет и скажет, так, скорее всего, есть виновное лицо или нет, надо судиться, надо выявлять или на виновные, чтобы не было расходов, а кто-то возместил, правильно? А мы скажем, не хотим заморачиваться, в бухучете спишем на расходы, в налоговом не покажем. Вот и разницы. Но отдельно есть отчеты регистры налогового учета. Да еще есть волшебный отчет, анализ учета по налогу на прибыль. Этот отчетик тоже показывает налоги, доходы, расходы. Если я кликну налог на прибыль, она показывает сразу бухгалтерский учет желтеньким, налоговый учет синеньким, постоянная разница, временные разницы, красная, зеленая соответственно. И я вижу убытки. За счет чего? За счет того, что были расходы. Вижу разницу, вот она, постоянная разница компьютер, который только что увидели. То есть, в бухгалтерском учете расходы 428, в налоговом расходы 389. Двойным кликом по расходам, это причина следственной связи, на шаг назад. Потом смотрю, где были разницы. Вот они. Двойным кликом сюда. В налоговом здесь пусто. Назад структура. В бухгалтерском. Вот они разницы. То есть, БУ есть. НУ 0. ПР есть. Чтобы четко понимать, откуда это все взялось, можно расшифровать по документам и сформировать. Тогда я могу зайти в это списание, в котором мы сейчас с вами находились. И опять посмотреть проводки. И если меня что-то не устраивает в этих проводках, я могу смело поменять статью расходов. Не не учитываемые в НУ, а указать там прочие вниверсионные доходы-расходы. Ну и тогда у меня будут другие движения. Я не хочу это сохранять, пусть останется как есть. То есть, если выберу просто прочие, они будут признаваемыми, и БУ будет равен им. Пусть. Бывает такое, что очень часто налоговый кодекс не признает часть наших затрат. Налоговый кодекс может и признает, но согласно налоговому кодексу мы решили их не признавать. Вот и все. На сегодня все. Всем спасибо. Есть вопросы? Задавайте. На все вопросы отвечаю. Спасибо.